Добудет газ! К голубому топливу подключат дома и предприятия города Уштубе и села Бастубе. Аким Каратарского района поделился с населением планами на текущий год. В ногу со временем. Аграриям области предлагают применять современные технологии в хозяйстве. ЧП. 17-летняя толкурганка разбилась, выпав из окна своего колледжа. С выше 8 миллиардов тенге инвестиций привлечено в основной капитал Каратарского района. Такие данные были озвучены Кайратом Булдубаевым на традиционном ежегодном отчете перед населением. Глава района подвел основные итоги деятельности за прошлый год и заявил о новых целях в 2020-м. Заслушивание новоизбранного Акима Каратарского района прошло в Доме культуры города Уштубе. Чтобы узнать о планах социально-экономического развития своей местности, мероприятие посетило около 500 граждан региона. В ходе трехчасовой отчетной встречи Аким района остановился по отдельности на каждой сфере, проведенной в данном направлении работе и выделенных средствах. Одним из крупных реализованных проектов в районе является то, что Аштубе Агрофуд в направлении модернизации молочных товарной фермы. Стоимость проекта 1 миллиард тенгел на 70 новых рабочих месяцев. На сегодня поголовье Санкт-Петербург составляет 1100 голов. Из них 610 двойных коров ежедневно 10 тысяч литров молока сдают полуфурганскому заводу «Джелс-Истук» для переработки. Так, бюджет 2019 года составил 1 миллиард 273 миллиона тенге. Объем производства промышленной продукции составил 2 миллиарда 762 миллиона тенге. Примечательно то, что в прошлом году, впервые за последние годы, в основной капитал района привлечен крупный объем инвестиций – 8 миллиардов 688 миллионов тенге. Одним из проектов, реализуемых в районе, является ТО «Секвоя-Плюс». Его стоимость составляет 240 миллионов тенге. Деятельностью предприятия является производство растворителей. Однако это не все. По словам руководства фирмы, в этом году они планируют запустить еще один важный проект, который откроет более 30 новых рабочих мест. За счет собственных средств была построена дополнительная линия железнодорожного тупика для приема битума. Также на собственные средства было приобретено оборудование для слива и налива битума, которое в регионе здесь близко нету ближайшего. Это битум пойдет для строительства дороги на Усть-Каменогорск. Что же касается злободневных беспокоящих населения вопросов, они смогли напрямую задать их Акиму у района. Одна из них – проблема жилищно-коммунального хозяйства, в частности, состояния рычной системы и канализационных сетей. Когда-то рычная система полностью обеспечивала жителей города Уштубик поливной водой, поливались огороды. Сейчас она негодная, хотя и коротан на месте протекает, и головной канал полон водыедом. А политика – оно до него же. Как отметил глава региона, данный вопрос уже не раз поднимался с жителями Уштуби и стоит на особом контроле. Работаем в двух направлениях. Первое направление – это разработанный проект по рычным сетям, где нужно переводить в водковую. Но пока этот проект у нас будет делаться, мы параллельно будем в этом году, в 2018 году, пускать. В свою очередь, Акимобласти Амандык Баталов, принявший участие в данном мероприятии, услышав ситуацию с орычной системой, поручил Кайрату Булдыбаеву удовлетворить просьбу населения в ближайшее будущее и пообещал выделить на это необходимые средства. Во время своего выступления глава региона также отметил, что одними из самых важных вопросов, которые он держит на особом контроле, это газификация Алматинской области и проблемы ирригационных сетей, на которые ежегодно в бюджет будут закладываться немалые средства. Не менее 2 миллиардов тенге я буду выделять на газоснабжение и на проведение порядок ирригационных сетей. Поэтому мы должны здесь как конкретно качественную подачу газа обеспечить. Впервые в регионах Алматинской области был проложен газопровод, который дошел и до Уштоби. К центральному газоснабжению на первой очереди будут подключены жилые дома и предприятия райцентра и села Бастоби. Далее планируется проведение строительных работ по обеспечению четырех сельских населенных пунктов и разработка ПСД еще по пяти селам. Касательно ирригационных систем для подвода воды на поля, глава региона подчеркнул, что наша область – одна из немногих, кто может создать все условия для оптимального орошения плодородных земель. Больше всех в республике мы можем восстановить ирригационные сети. И больше всего ирригационных сетей Алматинской области, не Позлодинской и не Южно-Харатстанской. Он же это мы, если точнее 16-7 тысяч километров ирригационных сетей. 144 водохранилища, демкосей есть, начиная от миллионов до 19 миллиардов кубов Копчегайского водохранилища. Копчегайского водохранилища, где трагедия произошла, сколько лет она стояла, мы его восстановили. И точно так же в Каратала-Уганда мы должны, особенно в Гнезоне, сразу же появятся прекрасные поливные земли и пазбище. По завершению заслушивания Кайрата Булдыбаева, Аким Алматинской области Амандык Баталов провел личный прием граждан и ответил на все их волнующие вопросы. Айнур Мирханова, Жасулан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Итогами развития Коксузского района за 2019 год поделился Аким региона на отчетной встрече с населением. Только за истекший год в экономику края было привлечено более 8,5 миллиардов тенге. Объем бюджета на 2020 год составил более 4,5 миллиардов тенге. О достижениях в других отраслях Коксузского района узнаем из материалов сюжета. Коксузский район издавна славится развитием свекловодства, зерновых и масличных культур. За истекший год сахароперерабатывающим заводом произведено продукции на сумму более 4 миллиардов тенге. В 2020 году в планах предприятия после реконструкции начать переработку тростникового сырья. Такая мера даст возможность беспрерывного производства продукции в течение года. Большое внимание регион уделяет и развитию животноводства. В 2019 году коксузские фермеры получили субсидии на сумму 177 миллионов тенге. В нынешнем году планка ожидаемой прибыли от этой отрасли составляет порядка 29 миллиардов тенге. В отчётном году в селе 10 лет Казахстана сдана в эксплуатацию откормочная площадка на 200 голов. В селе Жар-Лозек завершено строительство молочно-товарной фермы на 200 голов. В настоящее время идёт оформление документов. Полным ходом в районе идут работы и по газификации села Балпык-Пи. В настоящее время 267 абонентов уже подключены к сети природного газа. Ведутся проектные работы по газификации 14 населённых пунктов района. Это сёла Мухры, Жамбыл, Бесхайнар, Злихи-Тамшибаевы, Кенарал и другие. В целях реализации одного из приоритетных направлений социальной сферы в селе Балпык-Пи активно ведётся строительство жилых домов по программе Нур-Лыжьер. Только в 2019 году было сдано в эксплуатацию 2,50 и 20 квартирных домов. В том числе за счёт республиканского бюджета было приобретено более 40 домов для многодетных семей. Как отметили сельчане, работа в этом направлении ведётся активно. И в будущем году многие из нуждающихся будут обеспечены крышей над головой. Вместе с тем решается и вопрос трудоустройства безработных граждан. Так, через центр занятости трудоустроено более 2000 человек. За истекший год более полутора тысяч семей получили государственную адресную помощь. В 2020 году в районе бюджета выделены 3,5 миллиарда тенге из них на сферу образования, здравоохранения и спорта. 2 миллиона тенге на жилищное строительство 858 миллионов. Кладоустройство и освещение 385 миллионов тенге. Ремонт автодорог 333 миллиона тенге. В завершении встречи жители Куксусского района дали удовлетворительную оценку работы главы района. В свою очередь Алмаз-Оддель провёл личный приём граждан, на котором им были рассмотрены и взяты на контроль вопросы, касающиеся сферы трудоустройства, начисления АСП, жилищных и других тем. Гульмира Тимиргалиева, Гавит Кавдрахман, телеканал ЖТСУ, Куксусский район. К другим темам. В три раза помогает увеличить урожайность внедрения системы капельного орошения. Использование современных технологий в сельском хозяйстве – это требование времени, позволяющее повышать объёмы урожая и экономить природные ресурсы. Об этом в крестьянном области рассказали специалисты компании «Валли» на семинар-тренинге. Если аграрии перейдут на метод капельного орошения, то вода будет попадать непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений, регулируемые малыми порциями с помощью дозаторов капельниц. К тому же это уменьшает трудовые затраты на проведение поливов. Крестьяне региона с большим воодушевлением приняли новость о преимуществах новой системы и заверили, что в ближайшее время её внедрят. Мы привезли самых передовых специалистов в сфере механизированного орошения, чтобы рассказать о том, как можно выращивать разные сельхозкультуры на механизированном орошении за счёт дождевания. То есть это большие дождевальные машины, которые могут быть длиной до километра, которые будут поливать любые культуры, начиная от зерновых, кукуруза, сахарная свёкла, картофель. Что очень актуально здесь, в местных условиях, когда очень высокие температуры. Льготы для семей с более чем семью детьми могут быть увеличены. С января нового года введено отдельное пособие вне зависимости от дохода многодетных семей. В среднем оно составляет около 10 600 тенге на каждого ребёнка. Размер госпособия для семей, имеющих семерых и более детей, составляет 74 000 тенге. Однако понятие «многодетность» не должно ограничиваться количеством. Ведь в нашей стране насчитывается более 3 150 семей, имеющих 8 и более детей. Например, в Североказахстанской области проживает семья с 15 несовершеннолетними детьми. Поэтому поправка увеличивающей пособие для семей с более чем семью детьми была одобрена правительством и теперь будет внесена на рассмотрение в парламент. По инициативе депутатов в силу вступят изменения в закон об увеличении льгот для семей, имеющих 8 и более детей. Мы этот закон полностью поддерживаем. Если за семерых детей на сегодняшний день выплачивается 74 000 тенге, то за восьмерых нужно отчислять, к примеру, 85 000, за 9 детей – 96 000, за 15 – 196 000 тенге. Мы предусмотрим это из госбюджета. Многодетные мамы Толгарского района решили заняться предпринимательской деятельностью. Правда, пока не знают, с чего начать и какой вид бизнеса выбрать. Со своими идеями они собрались в селе Туздобастау, чтобы детально обсудить планы реализации. Сюда же были приглашены представители жилстрой Сбербанка, Центра занятости и Палаты предпринимателей. Житель города Толгар Бутагос Кожакамбаева воспитывает четверых детей. В прошлом году она закончила специальные курсы по программе «Бизнес-бастау». На полученный от государства грант в размере более 500 000 тенге открыла салон красоты. Параллельно занялась продажей модных красивых женских аксессуаров, украшением которых Бутагос занимается сама. Нужна цель и, конечно же, стремление к ее осуществлению. Буквально полтора месяца назад открыла торговую точку. Спрос очень высокий. Теперь планирую в Толгаре открыть цех и сами будем шить. Прибывшие на встречу представители Центра занятости рассказали о новшествах. С марта месяца текущего года откроются бесплатные курсы по 17 специальностям. По ним могут обучиться безработная молодежь, инвалиды и многодетные матери. Вместе с тем, как и в прошлом году, в палатах предпринимателей будут проходить курсы по программе «Бастау Бизнес». У получивших по ней сертификаты есть шанс выиграть грант более полумиллиона тенге. Предусмотрено выделение кредитных средств до 20 миллионов тенге с низкой процентной ставкой. Условия кредита также упрощены. Земельный участок не может быть предметом залога. Нужна только недвижимость. В качестве залога годится и недвижимость родственников. Если она будет оценена на 40 миллионов тенге, то половину суммы можно оформить в кредит. На встрече многодетные мамы смогли получить самую актуальную для них информацию. Теперь они готовы действовать и создать свой собственный бизнес. Что же я смогу сделать для улучшения благосостояния семьи и какая помощь может быть оказана со стороны государства? Получили достаточно большую информацию. Организаторам спасибо за эту возможность. К слову, в селе Туздебастау проживают 428 многодетных мам. На социальное пособие по новому формату подали заявку 156 человек. Гульназ Мустафа, Аманжул Жонкешев, телеканал ЖТСУ, Толгарский район. Как стать предпринимателем? Программа «Дорожная карта бизнеса» стала для толкурганки Натальи Рыбченко открытием. При содействии и сопровождении палаты предпринимателей Алматинской области начинающая бизнес-леди открыла мастерскую «Ангел Бэби». Теперь заказывая и приобретая качественный турецкий текстиль и фурнитуру в России и Алматы, предпринимательница вдвоем со своей помощницей изготавливает детскую одежду, постельное белье для малышей, конверты, балдахины, мягкие игрушки. В августе прошлого года Наталья прошла двухдневные онлайн-курсы бизнес-советника и успешно защитила свой бизнес-проект. В сентябре выиграла грант в размере полтора миллиона тенге. Основная часть средств была потрачена на покупку вышивальной и двух промышленных швейных машин. На оставшиеся деньги были приобретены ткани и уплотнители. Наталья ведет работу и по расширению сбыта продукции. Идея пришла, когда я ходила беременная, с младшим ребенком, получается, тоже искала что-то, хотелось украсить свою кроватку как-то интересно, красиво, текстилем. И оттуда пошла, нашла страничку в инстаграме, захотелось самой такой же приобрести. Так как это была страничка российского производства в России, то есть доставка, это все, то я решила здесь у нас поискать ткань, нашла ткань и изготовила для себя, для своего будущего ребенка. В прошлом году в рамках дорожной карты бизнеса помощь на сумму порядка 4,5 миллиардов тенге получили свыше 230 предпринимателей. Для дальнейшего стимулирования малого и среднего бизнеса принят седьмой пакет поправок, направленный на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. В рамках продления программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года разработана концепция программы, создана рабочая группа и начато обсуждение. Семнадцатилетняя девушка разбилась насмерть, выпав с третьего этажа в Талдыкургане. Информация о трагическом случае распространилась 31 января в социальных сетях. Полиция региона подтвердила факт, сообщив, что по нему проводится досудебное расследование. Установлено, что студентка обучалась в гуманитарном колледже. Предположительно, инцидент произошел в стенах СУЗа. Сегодня утром между девятью и десятью часами. При доставлении в больницу она скончалась, не приходя в сознание. Факт зарегистрирован в РДР, управление полиции Талдыкургана. Расследование проводится согласно статье 105 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть доведение до самоубийства. Сейчас производится опрос очевидцев, обстоятельства по факту будут выясняться в ходе досудебного расследования. Около 70 человек спасены на опасных участках трасс Алматинской области с начала текущего года. Такую статистику привели сотрудники ДЧС региона. Многие водители пренебрегли СМС-оповещениями служб спасения, тем самым подвергнув свою жизнь опасности. В связи с этим руководство департамента по чрезвычайным ситуациям области провело брифинг на диалоговой площадке Рецу-Медиа. Зима. Самое опасное время для водителей региона. Наибольшее количество ДТП происходит в этот суровый период. Главные причины аварии – гололёд, бураны и элементарная самонадеянность водителей. Для недопущения ДТП спасатели ежедневно дежурят на всех опасных участках области. Однако никто не застрахован. В связи с работой мы еженедельно ездим в различные командировки. Часто посещаем Алматы, Алакольский и Панфиловский районы. В зимнее время совершать дальние выезды особенно сложно. Особенно на перевале Алт-Немель опасно. В связи с ремонтом на республиканской трассе Алматы-Эскимен испытываем некоторые неудобства. Но в принципе в скором времени дорогу уже должны сделать. Для оперативной помощи пострадавшим спасатели используют медико-спасательные пункты. Объект имеет в распоряжении современный реанимомбиль. Он оснащен по последнему слову техники. Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких. Экватор-1, предназначенный для обогрева пострадавших и специальные койки. Необходимо отметить, в зимнее время объект используется и как пункт обогрева. На территории Алматинской области имеется 35 снегозаносимых участков. Из них 16 – это республиканского значения и 19 – это областного значения. Данные участки – это перевалы Арх-Орлы, Мукры, Алт-Немель, Кокпик, а также дороги республиканского значения Алматы-Уэскемен, Учарал-Достах – одна из опасных участков. С начала зимнего периода дороги на территории Алматинской области закрывались 26 раз. Из них 22 раза – это республиканского значения. На данный момент силы и средства ДЧС Алматинской области находятся на постоянной готовности. Напомним, в Алматинской области 6 медико-спасательных станций. Они размещены на наиболее аварийно опасных участках дорог республиканского значения. Спасатели предупреждают – не будьте самонадеяны. Дорога ошибок не прощает. По последним данным, в Китайской народной республике коронавирусом заряжены более 2000 человек. Жертвами опасного заболевания стали порядка 210 умерших. В связи с этим в Алматинской области проводятся мероприятия по усилению профилактических мер предотвращения распространения восточно-азиатского заболевания. С целью разъяснения разъяснительной работы тату-курганских врачей встретились со специалистами Молодежного ресурсного центра, где подробно рассказали о симптомах коронавируса и методах предохранения от опасной болезни. Если на клинических признаках коронавирусной инфекции останавливаться, то это в основном повышенная температура тела, кашель и удушие. И в кратчайшие сроки может развиться пневмония двухсторонняя. Вот в этом опасность коронавирусной инфекции. Поэтому молодежь в основном задавала вопросы, как себя уберечь. Поэтому мы еще раз рекомендуем нашим горожанам, всем, и молодежи тоже, если нет надобности, чтобы не выезжали в Китайскую Народную Республику и в те страны, где сегодня регистрируется коронавирусная инфекция. Поэтому в первую очередь надо использовать средства индивидуальной защиты, то есть ношение масок, респираторов, карманных платков. И если есть заболевание, лучше остаться дома, чем идти в общество и распространять эту инфекцию другим. Целью профилактики коронавирусной инфекции, управления молодежной политикой и ресурсным центром организован ряд мероприятий по разъяснительной работе среди гражданского населения, направленные на защиту от опасного заболевания. К ним подключены медработники, специалисты ресурсных центров, а также волонтеры, работающие с населением в общественных местах. Мы также планируем информировать общество через социальные сети Facebook, Instagram и другие. Число выздоравливающих в Китае растет. Их уже больше 70, но это низкая статистика, и власти Поднебесной объясняют ее длительностью лечения. Вакцины от коронавируса пока нет, и врачи применяют препараты, которые используются для лечения других вирусных инфекций. Пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными за две или больше. Перед выпиской у пациента дважды берут необходимые анализы. По меньшей мере 10 человек погибли в результате авиаударов по сирийскому городу Эриха к югу от Идлиба. Об этом сообщили в сирийском центре наблюдения за соблюдением прав человека и в организации «Белые каски». Согласно этим данным, разрушены здания, пекарни и больницы. Ответственность за ночную атаку активисты возлагают на Россию. В Москве эти претензии категорически отвергают. В заявлении Министерства обороны подчеркивается, что в этом районе Сирии российская авиация никаких боевых задач не выполняла. В Талдыкургане стартовал важный чемпионат Алматинской области по вольной борьбе среди парней и девушек. Около 300 участников со всех районов Семеречия оспорят право выступить на республиканском первенстве в 11 весовых категориях. 300 участников, 3 ковра и наставления от бронзового призера Олимпийских игр Маулина Мамырова. Соревнование поистине несет судьбоносный характер. Проиграв, выбываешь, выигрываешь, идешь дальше. Вот только чтобы завоевать право представлять Семеречия, нужно пройти несколько схваток и остаться во всех победителям. Соперники опасны и каждый из них будущий потенциальный чемпион Казахстана. Часто не выделишь, потому что соревнование только началось. Поэтому борьба покажет, как они будут дальше выступать. Ребятам пожелаю, чтобы они показали хорошую борьбу. Все, что они могут, показали. Выложились на 100%, показать хороший результат и в дальнейшем лучше выступить на чемпионате Казахстана. Глупо считать, что девушке слабый пол, ведь поединки они показывают по технике и силе не хуже парней. Анастасия Ни вольной борьбой занимается около трех лет. О жестких поединках она знает не понаслышке. В прошлом году 13-летняя девочка выступала на чемпионате Казахстана и пробилась на азиатские игры. Сегодня первый поединок она выиграла, да еще и с колоссальным отрывом в пять очков. Ее силу духа не сломить. Я выступала на чемпионате Казахстана. В прошлом году я выиграла там, потом поехала в Азию, заняла там четвертое место. Потом сейчас боролась вот и хочу завоевать это звание на чемпионат Казахстана в этом году тоже. Планы на будущее, я хочу поехать на Азию, хотя бы призерное место взять, ну или первое, если будет возможно. Чемпионат Алматинской области продлится четыре дня. Тогда и определятся члены сборной региона. Но кто из них гадать не стоит, ведь, как говорится, борьба все покажет. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.